Здравствуйте, уважаемые зрители! К концу августа 1942 года части Калининского фронта вышли к окраинам Ржева и берегу Волги, которую теперь предстояло форсировать. А учитывая крутые берега и хорошую артиллерию противника, не знавшую снарядного голода, задача была не из легких. Тем не менее, утром 28 августа 1942 года над Волгой была установлена дымовая завеса самолетов, под облаком которой реку форсировало 140 человек со стрелковым вооружением, сумевших выбить врага с берега, а затем и вовсе ворваться в Знаменское. Следом через Волгу переправилось еще порядка 100 человек. При этом, чтобы не дать нашему успеху развиться, враг открыл ураган на обои артиллерии, после чего его авиация совершила налет. Тем не менее, сбросить плацдарм обратно в Волгу не вышло. Возглавил группу бойцов на левом берегу Волги старший лейтенант Милакин Мистер Петрович. И пару слов о командире. Родился наш герой в 1916 году на территории нынешней Мордовии. В армии с октября 1937 года. В июле 1941 года в ходе Смоленского сражения оказался в котле, но смог прорваться к своим, сохранив ценную документацию. В армии служил до 1956 года, дошел до звания майора, имел множество наград, включая Орден Ленина. Тот самый, что получил за бой на знаменском плацдарме. О захвате которого я уже упомянул выше. Но мало захватить, нужно еще удержать этот рубеж. Тем более командующий 9-й армией вермахта Модель понимал всю опасность и решил кинуть в бой последний резерв, состоящий из 43 танков, натиск которых предстояло отразить при поддержке 15 расчетов ПТР, трех орудийных расчетов, две 45-ки и один расчет 76 мм, а еще было 10 противотанковых собак, которые бежали под немецкую технику со взрывчаткой на спине. При этом Милакин, понимая, что эффективно имеющимися средствами можно бить только противника в борт, концентрирует свои расчеты по флангам. Благо размеры, излученные Волги, которые удалось освободить, позволяли организовать огневой мешок. Противник долго ждать себя не заставил. После короткого удара ствольной артиллерии врага в бой пошли те самые 43 танка, причем на узком участке фронта шириной менее километра. Пехота измотанная и обескровленная августовскими боями залегла и не поддержала немецких танкистов. Не надо думать, что бои под Ржевом давались противнику проще, это не так. И как итог, по вклинившемуся в оборону противнику был открыт огонь в борта, а также были спущены собаки с поводка. Разгорелся тяжелый бой, в ходе которого командир занимает место выбывшего бойца и ведет огонь из ПТР, спалив один немецкий танк. Но и сам был тяжело ранен в этом бою, но Плацдарм не покидал сутки. А далее противник отступил и в его донесениях промелькнуло количество уничтоженных танков, равное 16 единицам. Также враг отметил умения нашего командира. Что касается Плацдарма, он устоял, правда, будучи обложенным немецкими войсками, не сыграл своей роли в ходе боев за Ржев. Город в сентябре 1942 года освободить не удалось. А на этом у меня все, всем желаю крепкого здоровья, до скорых встреч, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин